18 марта, суббота, Икадыши. Благоприятный день для путешествий, начало лечения и косметических процедур. Этот Икадыши носит название Папамочани Икадыши и проводится в месяце Читра. Слово Папамочани, дословно в переводе санскрита, означает избавление от грехов. Поэтому преданные верят, что соблюдение данного поста ведет к очищению кармы от груза содеянных поступков. Легенда гласит, все началось с того, что бог любви Канадева захотел взять реванш у бога Шивы, но в честной битве богу любви было не победить, поэтому он решил схитрить путем отречения от бога Шивы его верного священного мудреца. Мудрец этот жил и служил Шиве в прекрасном лесу, в этот лес пришла и устроилась неподалеку от того места, где жил мудрец, соблазнительная танцовщица и начала сладко петь. Мудрец отвлекся от своего служения и в один миг был пленен ее красотой. Священный мудрец так увлекся танцовщицей, что совсем позабыл о своем служении богу Шиве и провел с шесть десятилетий, но для него все это время показалось лишь мгновением. Так сильно пленила она его. Когда же танцовщица убедилась, что мудрец окончательно отрекся от своего бога, она попросила покинуть его и вернуться к себе домой. И лишь в этот момент он осознал, сколько же времени с ней провел, и сколько времени он уже не служит Шиве. Мудрец разгневался и проклял танцовщицу, чтобы та превратилась в ведьму. Она испугалась и попросила жалиться над ней и отменить проклятие. Он смягчился и сказал, что если она будет соблюдать Папа Мачани Экадыши, то это освободит ее от рождения в виде ведьмы. Сам же он тогда соблюдал этот священный пост и восстановил свое доверие у бога Шиве. Польза этого Экадыши заключается в том, что можно освободиться от рождения в демоническом облике, а с физиологической точки зрения польза состоит в том, что в пищеварительном тракте под влиянием голода образуется вакуум, противодействующий лунному притяжению. И при выходе из поста на следующие сутки происходит мощный вывод шлаков из организма. Так что польза у нас двойная. И я напомню о том, что для того, чтобы войти в Экадыши, очень важно создать намерение. Я отказываюсь от этого, этого, этого и в мою жизнь войдет это, это, это. Или благоприятные плоды от этих Экадыши я посвящаю на такое-то дело. Можно посвятить на пользу предкам, но конкретно вот этот Экадыши обладает очень интересным посылом. И, соответственно, отказ от мяса, рыбы, яиц, отказ от зерна и бобов, если получится отказ от еды вообще, или полный сухой пост, отказ от еды и воды. В зависимости от того, кому что по силам в рамках организма. Экадыши не рекомендуется беременным, детям, кормящим и очень сильно больным людям. Поэтому пока есть возможность, соблюдайте. Дизайн человека дает такой посыл отстаивать свое дело. Когда проявляется истина, ложь во всех своих проявлениях начинает рассеиваться. Выигрывать споры и вовлекаться в новые. Способность справиться с эмоциональным расстройством. Нахождение оазиса. Удовлетворенность приходит, когда мы принимаем все, что происходит и принимаем себя в этих обстоятельствах. Искренность и честность придают уверенность. Ваша сдержанность оказывает на других большое и глубокое влияние. В работе с цифрами может быть подгон результатов. Оставаться чистым и свободным. Вы проживаете в настоящем каждый момент своей жизни. Вы можете справиться с бурей эмоций, когда усмирите свои импульсивные наклонности. В целом, желание исследовать что-то в этот день самое сильное. Вы можете привлекать людей. Там, где есть вы, может образоваться толпа, очередь или толкучка. Или же просто вы будете общаться с совершенно разными людьми. Все для того, чтобы обрести баланс между крайностями. Также избегайте пережоров. Занимайтесь саморазвитием, которое будет сочетаться с вашими собственными принципами. Выбирайте по душе. Боритесь со своими страхами. Проявляйте доброту к людям и энтузиазм, когда вам этого захочется. Если дело вас стоит, оно будет успешным. И это суббота – день Сатурна, который подчеркивает важность аскезы. Поэтому и кадыша по субботам проходит наиболее благоприятно. Также можно проявлять бескорыстную помощь людям, общаться со стариками, кормить бездомных, готовить им пищу, но не делать это по принуждению. Хорошо в этот день делать уборку дома. Также это поможет наладить в голове определенный порядок и избавляться от вещей, которые вам не нужны. Можно собирать мусор возле озера или какого-то водоема. Это очень хорошо чистит карму, особенно для тех, у кого негативно расположена Луна и Сатурн. Например, Сатурн в Раке. Хороший день для того, чтобы дать себе обед на длительный срок. Также ограничивайте свои желания и потребности. Научитесь планировать время и не опаздывать. Развивайте внутреннее спокойствие и самообладание. Избавляйтесь от старых, ненужных, отживших свое вещей. Посмотрите, какая вещь у вас находится дома и вы ею не пользовались. Год, два, три, четыре, пять. Вполне возможно, ее пора выложить на авито или вообще выкинуть. Рекомендация не начинать что-то важное в этот день, но мы, как всегда, смотрим все параметры дня и учитываем все факторы. Можно справляться со своими врагами и соперниками путем установления защиты. Икадыши и соблюдение этого поста очень помогают справиться с бурей накопившихся эмоций. Хотя у людей может быть подвижная психика, но вас это не коснется, если вы войдете в эту практику. Хороший день для того, чтобы побыть на природе, уединиться, заниматься духовной практикой, пойти в горы и кормить птиц. Для гармонизации Сатурна подходит еда с вяжущим вкусом. Благоприятно носить одежду темных оттенков, синюю, фиолетовую, иногда черную. Черный свет поглощает все негативные моменты от окружающих людей, но важно не перебарщивать, потому что можно уйти в чрезмерную депрессуху, поэтому старайтесь комбинировать их с белыми цветами. Важно быть честным и контролировать свою речь, тогда ваш авторитет будет расти в глазах других людей. На самом деле авторитет – это позиция Солнца и Сатурна. Если у человека в карте изначально хорошо расположено Солнце, то у него с авторитетом, с влиятельностью, с лидерством все будет в порядке, с самооценкой. Если у человека хорошо расположенный Сатурн, он тоже будет достаточно авторитетным, потому что он будет исполнительным. Но, как всегда, если человек честный и чистый на руку. Сатурн находится в водолее в созвездии Сатапхиша. Может быть внезапный прирост друзей и прибыли. Хорошо выступать, объединять людей и не бояться. Но также может быть и обнуление всего. Также наблюдаем за кармой тщательно. Если мы не наработали то, что имеем, у нас это отберут. Сатурн находится в 55.2. Верность своим убеждениям в окружении скептиков. Ваши идеалы у других могут вызывать сомнения и недоверие. Сохраняйте естественность и не поддавайтесь на провокации. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Сатурна. Это терпение, скромность, смирение, отсутствие ложного эго. Понимание, что все временно, но вместе с тем способность ценить каждую секунду. Верность, правдивость, надежность, полный контроль над эмоциями, отличные исполнительские и организаторские навыки. Огромное терпение и выносливость. Также по субботам можно начать такую практику, когда перед тем, как заснуть, мы блокнотик выписываем дата, сегодня такое-то число, что меня сделало счастливее. И мы описываем какие-нибудь мелочи, которые могут быть на первый взгляд абсолютно неважными, но надо найти хотя бы 10 таких мелочей, которые нас действительно сделали счастливы. Кто-то уступил место в очереди, парковка освободилась, помыли что-то, постирали. Ну напишите что-то, пусть самое мелкое, но вам будет приятно того, что день прожит не зря. И 26 лунные сутки, чем они примечательны? Может быть провоцирование конфликтов и не занимайтесь чем-то, что требует напряжения, большой активности. И самое главное, что для этого дня может быть важно, не говорите о своих желаниях слух, не говорите о своих желаниях другим людям, потому что могут вот эти негативные энергии присоседиться и ваше желание не осуществится. Поэтому, если вас будут провоцировать, постарайтесь помолчать. И также можно сделать практику на 26 лунные сутки, которая, как обычно, прикреплена к видео. Луна находится в созвездии Шравана, которая также благоприятна для религиозных служб и ритуалов, для аскезы. Следим за ушами, потому что если мы что-то делаем неправильно, у нас начнут болеть уши и наблюдаем за тем, что именно мы слышим. Нравится оно нам или нет, или нам сказали что-то, что мы нашли в себе и нам это не нравится. Благоприятны, тем не менее, новые начинания, покупка недвижимости и переезд в новый дом, медицинские процедуры и применение лечебных средств, общественные и публичные мероприятия, учеба, изучение языков, традиций, хорошо читать и писать, занятия музыкой, рисованием, философией, медитациями, сексуальной активностью, тем не менее, улаживание конфликтов, любая организационная деятельность, приготовление и принятие лечебных трав и лекарств. За последнее время мне попалась информация о том, что очень хорошее время для того, чтобы почистить сосуды. Для этого существуют разные антиварикозные сборы и в том числе верба или ива. Это очень хорошо помогает укрепить наше состояние. Благоприятны телефонные переговоры, консультирования, путешествия и выбор нового имени. Настрой на день? Я освобождаюсь от всех користей и печалей, накопившихся в моей душе. Я отпускаю от себя свои страхи и все, что мне мешает. Я чувствую, как меня наполняет радость и надежда. Я признаю свою способность ставить перед собой разумные цели и достигать их. Я желаю вам благоприятного прохождения и кадыши. Напишите на следующий день, как именно они у вас прошли.